Может ли золото расти на 2000% в неделю? Как оно себя ведет в различные кризисы и какой прогноз цены золота? Всем привет, вы на канале Золотой Стандарт, с вами Городовый Данил, поехали! Да, действительно, такие примеры есть в истории, посмотрите на этот график. Рост золота в период гиперинфляции 1918-1924 года в Вермахской Германии ускорился до 2000% в неделю. Тогда бумагой просто топили печи, а дети играли с топками денег. Еда стоила дорого в бумажной валюте, а вот те, у кого было золото, могли быть спокойны и не менять уровень жизни свой и близких. Но может это единичный случай, таких примеров больше нет, да и не будет. Подобных примеров, более свежих, с сильнейшим ростом цены на золото в период гиперинфляции много. Венесуэла, Аргентина, Зимбабве, Турция. Посмотрите на картинку гиперинфляции в Зимбабве. А вот обратите внимание про кризис в Аргентине. Когда репортерша задала девочке 8-летний вопрос, кем она хочет быть, когда вырастет, девочка плачет, сказала, что она никем не хочет быть, ее это не волнует. Дама спросила, почему она плачет. Она ответила, что плачет, потому что голодна. Несколько дней ничего не ела, и только тогда я заметила, какая она была тощая. Ужасно видеть голодающих детей. Я думаю, все мы видели фотографии умирающих от голода африканских детей. Но когда вы видите таких же детей, только говорящих на вашем языке, с вашим акцентом, в вашей стране, это бьет по нервам. Хорошо, убедил, скажете вы. Сейчас усиление военной конфронтации повсюду и экономических и продовольственных кризисов. Но ведь мы живем в России. Нам-то что, скажете вы. Не вопрос. Вот вам данные по России. В России кризис происходит 1-2 каждые 5-10 лет. За 20 век в нашей стране произошли 2 гиперинфляции, 3 денежные реформы, деноминация, бесконечный рост цен. Безусловно, в России продовольственная и ресурсная безопасность есть определенная. Но в мире все уж слишком взаимосвязано. И Россия это все уже касается в различных сферах. В геополитическом, экономическом плане. И золото здесь может спасти россиян, как во время революции, когда деньги обесценились. Или же золотые монеты с Николаем II, которые были у населения, спасли экономику от краха. Тогда как бумажные деньги ничего не стоили. Причем золото растет также и при дефляционном сценарии. Например, Япония. Посмотрите на график. Рост золота во время дефляции в Японии. В 9 из 11 последних кризисов золото росло. А сейчас надвигается не то, чтобы кризис, а величайшая депрессия. Золото против S&P 500 и облигаций во время кризисов. Инвестиции в золото в кризис. В 9 из 11 случаев золото растет, когда все остальное падает. Великая депрессия закончилась только началом мировой войны. Великая депрессия в США, знаменитые Оки, подробнее читайте в книге или смотрите в фильме «Гроздья гнева», чтобы понимать один из возможных сценариев дальнейшего развития событий и как к нему подготовиться. Вы можете резонно заметить, ну хорошо, это было раньше, но сейчас-то все хорошо. Кстати, уже многие признают, что в США рецессия, хотя в Википедии поменяли определение. Теперь у них падение экономики два квартала подряд не рецессия, а рецессия – это значительное снижение экономической активности в течение нескольких месяцев. Также определение зависит от многих других и разных показателей в экономике. Посмотрите, например, нового определения рецессии в Википедии. Термин «рецессия», кстати, придуман взамен термина «депрессия», чтобы люди психологически легче воспринимали это слово. А депрессия, в свою очередь, пришла на замену слова «кара божья». Физическое золото в такие периоды является хорошим страховым инструментом, без риска контрагента, независящих в отпечатании денег государства или киберриска, взлома криптобирж и холодных кошельков. И не пропадает через короткое время в амбаре, как еда, если речь о миллионах рублей, а не о 100-200 тысяч рублей, на которые можно купить консервы. Да и дешево оно сейчас относительно других активов на Земле. Не инвестиционная рекомендация. А если хотите узнать подробнее, читайте другие статьи на Дзен и смотрите видео на канале. Здесь масса ответов, ссылки в описании. Ну а что будет с золотом в ближайшей перспективе? Например, подписчики YouTube и Telegram каналов уже видели пост о том, что Goldman Sachs прогнозирует, что в ближайшие годы динамика роста золота обгонит динамику роста биткоина. Также можете посмотреть видео с моими прогнозами и подробным описанием ситуации с экономикой и золотом. Подписывайтесь, чтобы не пропустить аналитику по золоту и рублю и анонсы вебинаров, которые доступны подписавшимся. А также в описании посмотрите полезные видео. Еще больше актуальной информации в Telegram и Дзен каналах, которые здесь я не могу публиковать. Друзья, если вы планируете инвестировать в физическое золото от 200 тысяч рублей или крупные суммы, хотите сделать это с четким пониманием стратегии безопасно, сильно выгоднее и сэкономить деньги, обращайтесь за предварительно бесплатной консультацией. Пишите в Telegram и оставляйте свои контакты на сайте goldinvesting.ru либо записывайтесь на платный курс и консультацию. И если еще не видели, посмотрите прошлое видео. Купить физическое золото – это купить головную боль. Также, если вам нравится наша работа, вы можете поддержать развитие канала деньгами. Информация в описании. Берегите себя и близкие, готовьте свое светлое будущее уже сейчас и помните, образование золота – лучший инструмент инвестирования на протяжении 5000 лет.